Лет через десять после окончания войны Порторгу партизанского соединения довелось выехать служебную командировку в Германскую Демократическую Республику. И вот в городе Карлмарштадте по роду работы Порторг много общался с немецким инженером, человеком весьма симпатичным. Вдобавок он хорошо говорил по-русски, и вот Порторг однажды спросил, а где вы так научились владеть русским языком? В советском плену, ответил он и, помолчав, добавил свиноватой улыбкой. Это была хорошая школа. С тех пор Порторг и инженер избегали говорить о войне. Каждый понимал, что такой разговор лишь посыпал бы солью старые раны. А Порторг верил, что чувство вины, которую испытывал инженер, было не показным, а искренним. Поэтому при беседах предпочитал выбирать либо служебные, либо нейтральные темы. Но первым не выдержал немец. Вы великодушный коллега и щадите меня. А ведь я был не простым солдатом. Я был офицером карательных войск в составе экспедиционного корпуса. К счастью, недолго. Нас перебросили летом 1943 года для уничтожения и партизан, но когда операция провалилась, отправили обратно на фронт. Но я после этого больше не мог воевать, говорит инженер. Ждал первого боя, чтобы сдаться в плен. И сдался, как только увидел русских солдат. Мне тогда исполнилось 30 лет и я был седым. Посидел в одно ужасное утро. Голос его дрогнул. Порторг же на это ответил. Я тоже посидел в 30. Не будем ворошить прошлое. Нет, я должен вам рассказать. Смущая, сказал немец. Порторг же молча кивнул головой, после чего тот живо заговорил. Нас перебросили с фронта для участия в карательной операции. Говорили, что был прислан целый корпус численностью 40 тысяч солдат и офицеров. Командующий же корпусом сообщил своему начальству в короткий срок уничтожить всех партизан на Житомирщине. Целый корпус. Можно было только представить, сколько же на Житомирщине было партизан, если против них направили целый корпус. А вы, получается, были на Житомирщине? Как можно спокойнее, спросил Порторг. Да, в Ельске. Порторгу уже трудно было сдерживать свое волнение, но пришлось мобилизовать все силы, чтобы не выдать себя. Собеседник же тоже был сильно взволнован и, кажется, ничего не заметил, после чего продолжил. Перед нами поставили задачу уничтожить партизанские базы в Уручских лесах и прилегающих населенных пунктах. Комендант Ельска получил приказ утром и сразу заперся с начальником штаба, чтобы разработать подробный план операции. В 12 они уже вызвали всех офицеров Ельского гарнизона, я был тогда в чине лейтенанта. Комендант же изложил приказ Овручского гибецкомиссариата, а вслед затем сообщил о деталях плана, местах рассредоточения отрядов для перехода по лесам и незаметного приближения к указанным пунктам. Автоколонна карательной экспедиции должна была выйти из Ельска на следующий день в 5 утра, а командиру колонны приказывалось немедленно привезти в боеготовность все автомашины и по сигналу боевой тревоги выехать в лес. Нам же предписывалось получить боеприпасы, дополнительное оружие и большой запас патронов. На всю подготовку к операции отводили сутки. Инженер говорил, но Порторг мог бы ему подсказать каждое слово. Ведь он рассказывал не вообще об операции против партизанского соединения специального назначения, а именно об одной той группе, где служил Порторг. И пока он говорил, Порторг заново пережил не только те трудные дни, но и всю войну с самого первого дня. Немец между тем все рассказывал, а Порторг мог подтвердить каждое слово. Все-таки было. Каратели выехали на операцию скрытно, но партизаны знали об этом. Потому как один из местных жителей, чиновник аппарата Гибис комиссариата, присутствовал на секретном совещании, где обсуждались вопросы об усилении борьбы с партизанами и лицами, помогавшим им. И сообщил партизанам. А вот времени на раздумья у партизан не было. Командир из ветгруппы кадровый пограничник Николай Пасько тут же приказал Михаилу Минаеву с несколькими разведчиками в течение оставшегося времени выяснить обстановку в окрестных населенных пунктах и получив у связного сведения противники к концу следующего дня в указанном месте дожидаться подхода минюров. Сам же Пасько с четырьмя конниками поскакал на партизанскую базу. В той ситуации партизанам необходимо было подготовиться к бою или перебазироваться на другое место. А это нелегко. Они же решили подготовиться и дать отпор на дороге, идущий к Коврычским лесам. И вот в эту тревожную ночь командир вызвал парторга в штабную землянку и приказал «Возьмите 20 минеров и столько же автоматчиков из кавалерийского эскадрона. Приготовьте побольше взрывчатки, пополнитесь боеприпасами и немедленно выезжайте. Необходимо заминировать шоссейную дорогу Ельсковч». После этого командир показал на карте участок и, судя по всему, это было наиболее подходящее место. Дорога здесь проходила по лесному массиву и, сделав крутой поворот, вытягивалась в прямую ленту. А вот задача, как впоследствии оказалась, была не из легких. И прежде всего потому, что участок находился всего лишь в трех километрах от города Ельска, а кроме того оккупанты вырубили лес по обе стороны дороги на расстоянии 50 метров и подобраться к ней незамеченными не всегда удавалось. Проводником же на эту операцию взяли местного жителя Михаила Прищепу, хорошо узнавшего дороги. А вот путь партизанам предстоял далекий – более 60 километров. Вместе с группой Порторга выехал со своими товарищами неутомимый Пасько и тогда, не давая отдыха лошадям, тяжело навещенным взрывчаткой и шансовым инструментом, партизаны спешили к городу Ельску. И вот вскоре партизаны нашли оставшихся разведчиков, спешились и сделали небольшой привал. Разведчики очень хорошо охарактеризовали обстановку на шоссейной дороге, которую партизанам предстояло минировать. А вот обстановку в Ельске им еще раз подтвердил связной. Время выступления фашистов 5 утра. Ну а дальше партизаны вышли на разведку местности. Необходимо было проверить, нет ли секретных постов противника, не устроены ли засады. И тогда же командир взвода Иван Изотов получил приказ выставить охранение. Первый пост он расположил на повороте дороги, следующий от него на расстоянии видимости в сторону города Оврыча, а вот третий пост охранения находился на противоположной стороне дороги. Пулеметчиков же установили так, чтобы заминированный участок можно было простреливать и просматривать. Быстро потемнело, а партизаны приступили к минированию. В это время дул сильный порывистый ветер, гнал к луча туч, моросил дождь. Первую мину партизаны установили в трех километрах от поворота дороги выезда из города. Тогда, уложив в лунку ящик, содержавший около 5 килограммов тола, они осторожно установили взрыватели, после чего лунку засыпали грунтом за щебнем и уложили снятые булыжники. Ну а дальше партизаны ставили мины в шахматном порядке. Одну с правой стороны дороги, а другую на расстоянии около одного километра ставили слева. Одновременно с этим они заминировали все объездные дороги и указанные разведчиками съезды шоссе. Если же каратели поедут в объезд через села Добрыни-Богутище, они наверняка подорвутся. Других же возможностей проехать у карателей не было, так как местность здесь была сильно заболочена. И вот, закончив сложную и опасную работу, минюры и разведчики укрылись в лесу, после чего установили наблюдение за дорогой и заняли оборону на случай боя. И, несмотря на вчерашнюю усталость, никто не мог замкнуть глаз. Да и долго ли тянется летняя ночь? Комиссар между тем взглянул на часы без четверти пять, а ровно в пять тридцать разведчики, находящиеся в засаде, услышали губ моторов. И вот уже выползают из-за поворота лобастые машины. Колонна шла без головной разведки. Очевидно, враги не предполагали, что партизаны контролируют дороги не только ночью, но и рано утром, и не только в лесу, но и в непосредственной близости от города. Ну а колонна между тем выехала на прямую дорогу, и в каждой машине тогда насчитали по двадцать пять-тридцать солдат. Каратели сидели чинно, как на параде, между колен пулеметы и винтовки, а на груди автоматы. Тогда впереди довольно уверенно катил легковой автомобиль. Немцы, вероятно, хорошо знали, что до партизанской базы еще далеко, а их машины между тем быстро приближались. И партизаны насчитали сначала пять, десять, а потом двадцать машин. Но вот до заминированного участка осталось пятьдесят, тридцать, пятнадцать метров, и вдруг перед утреннюю тишину взламывает оглушительный взрыв. Над дорогой тут же взметнулся большой клуб дыма и куски земли, а у большой оранжевой машины отделилась моторная часть, а кузов свалился на бок, после чего загромоздил шоссе. А после послышались крики. Колонна тут же остановилась, из кузовов на землю быстро соскочили солдаты и укрылись в придорожной канаве, возникло замешательство. А спустя минуту по участку леса, где затаились партизаны, немцы открыли бешеный огонь. Партизаны же не обнаружили себя и внимательно следили за действиями немцев, которые под прикрытием этого самого слепого обстрела быстро подобрали раненых и убитых, и вот вскоре стрельба прекратилась, после чего наступила тишина. Разбитую машину фашисты сбросили в кювет, а солдаты снова забрались в кузовы автомобилей, и колонна тронулась. Машины теперь пошли по левой стороне, но через несколько минут пламя и дым охватили вторую машину. И снова крики, стоны, суета на шоссе и опять обстрел. Ну а дальше из города подкатило несколько машин с красными крестами и фургон технической помощи, каратели срочно грузили раненых и увозили их в город. А затем командующий карателями приказал солдатам пригнать из ближайшей деревни всех жителей. Вооруженные солдаты бегали по селу и прикладами выгоняли из хат людей на улицу, а затем привели на дорогу и, угрожая оружием, заставили проползти по шоссе. В этот момент миньоры отлично знали, что установленные в минах взрыватели нажимного действия рассчитаны на большой вес танка или автомашины, но никак не на ребенка или на взрослого человека. Но все равно до воли было жаль смотреть на это. Ну что поделать? Ведь партизаны в тот момент не имели права открывать огонь, потому как могли обнаружить себя и подвергнуть беззащитных граждан еще больше опасности. Уж тогда бы каратели их точно расстреляли. Но когда люди проползли по шоссе около двух километров, фашисты заставили их ползти в обратную сторону. И только после этого решили, что мин на шоссе больше нет и отпустили людей по домам. И вот тогда то у партизан отлегло от сердца. Ну а дальше машины на большой скорости помчались по середине шоссе, чтобы быстрее проскочить опасное место. И вот тут первая грузовая машина проскочила за минированное место, зато, шедшая следом, тут же взлетела на воздух. А на нее по инерции налетела, другая машина и рухнула в кювет, придавив при этом находящихся в пузыре солдат. Каратели поняли, что они находятся в минной ловушке, устроенной партизанами, после этого выскочили из машин, заняли оборону и открыли стрельбу по лесу. Ну а дальше они развернутой шеренгой подошли к опушке леса, внимательно осмотрелись, но ничего подозрительного не увидели и возвратились на шоссе. И вот тут несколько офицеров затеяли спор. Одни предлагали развернуть колонну и ехать обратно, другие же настаивали на продолжение экспедиции. А вот командование вражеской колонны, видимо, растерялось и некоторое время не могло принять никакого решения. Но вот наконец старший по званию приказал повернуть колонну назад и поискать объезд. Высланные же разведчики вскоре возвратились и доложили, что невдалеке есть проселок, ведущий через населенный пункт. Этот объезд оказался единственным, а по обе стороны от дороги простиралось болото. Машины съехали с шоссе на проселочную дорогу, которая шла под уклон. Ну а дальше раздался страшный взрыв, после чего коми земли полетели в разные стороны. В кузове подорвавшейся машины находились боеприпасы для минометов, а детонации они тоже стали взрываться и еще больше увеличили число жертв среди карателей. Опять крики, суета, паника и снова санитарные машины с пронзительным ревом сирен на большой скорости увозили раненых и убитых фашистов. «Мы были потрясены, подавлены, деморализованы и совсем не способны никаким действиям», продолжал между тем бывший лейтенант карательных войск. Лишь командующий еще пытался навести порядок и отправил в Ельц на легковую автомашине офицера связи. Тот должен был сообщить коменданту гарнизона о сложившейся обстановке с тем, чтобы штандартам фюрернушке позвонил к гибец комиссару Овруча Венцелю и попросил перенести карательную операцию на любой другой день. Больше часа гестаповцы держали солдат в боевом охранении и наугад обстреливали лес из минометов, пулеметов и автоматов. Но вот наконец вернулся офицер связи и сказал, что комендант гарнизона не дозвонился до Овруча, зато выделил подкрепление, хорошо вооруженную роту и нескольких офицеров. Приехали они на трех открытых грузовиках. Но офицера окружили командующего и стали уговаривать его лично поехать в Ельск и доложить, что проводить операцию невозможно. Уже потеряно около 60 солдат и офицеров, 4 автомашины, боеприпасы и наконец упущено время. Но тот был неумолим. Он приказал прибывшим саперам проверить миноискателями проселок и шоссейную дорогу, после чего саперы принялись выполнять приказ. Но это была пустая затея. Потому как партизаны мины мастерили сами и укладывали взрывчатку в деревянные ящики, на которые миноискатели не реагировал. Ну а саперы между тем доложили, что все в порядке, мин не обнаружено и колонна снова выстрелилась на шоссе. Теперь впереди шла вновь прибывшая рота. Но не проехали они километра по тому месту, которое только что проверили саперы, как воздух залетела очередная машина. И вот тут всех охватил суеверный страх. Каратели побросали машины, ринулись к Ельску, а командующий приказал открыть по ним огонь, после чего несколько человек было убито. На шоссе же осталось 6 разбитых автомобилей, много оружия и боеприпасов. Ну а партизаны после этого благополучно возвратились на базу, карательная экспедиция была сорвана. Кстати, 6-я партизанская мина пролежала без дела недолго. Спустя несколько дней на ней подорвалась еще одна немецкая машина, ехавшая с фуражом в гарнизон. Друзья, не забываем оценивать видео и оставляем свои комментарии. Кроме этого, проходим на канал и смотрим другие выпуски, которые вы не видели, которые, возможно, вам будут интересны. Ну и также не забываем подписываться на мои группы в соцсетях, канал на Яндексе, Рутубе и Телеграме, для того, чтобы мы с вами не потеряли друг друга. На этом же выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, за поддержку канала. Всем удачи и до скорых встреч.